ПЕДАГОГИ Добавим, что происшествие уже вышло за рамки учебного заведения. Оба педагога написали заявление друг на друга в полицию и ждут правового решения. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Информполис в свежем номере рассказывает о том, как обычный улан-уденский таксист спас полицейских от пьяного мужчины с обрезом. Александр Красиков не только получил благодарность от Росгвардии, но и обещания от чиновников. Бывший детдомовец долго ждал от государства квартиры и теперь в Минсоцзащиты его заверили. Уже в мае он может готовиться к новоселью. Эта резина так долго тянулась, я уж не надеялся. Знаете, мы снимаем комнату в 10 квадратов. Дети вынуждены жить у бабушки с дедушкой, только на выходные приезжают к нам. Четверым, конечно, тесновато, теперь мы можем жить все вместе. Молодежка задается вопросом, обложат ли сбор дикоросов новым налогом. Газета сообщает, что для грибников такой налог выйдет в 6 тысяч рублей, а для заготовителя ягод в 4,5 тысячи. В итоге в лес вряд ли кто-то соберется телегально, а доля местной дикоросной продукции, которая и без того ничтожно мала, совсем уйдет с рынка. Сдают обычно, потому что не хочется стоять на рынке и продавать. Продается ягода медленно, а хранить ее нужно где-то. Чтобы заработать на этом, надо много собрать и самому быстро продать за 2-3 дня. Когда подешевеют авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы. Центральная газета сообщает о том, что глава Бурятия обратился к Минтрансу и потребовал немедленно снизить цены. Это должно быть сделано любыми способами, подчеркнул он. Ситуация становится нетерпимой, заявил Вячеслав Наговицын. Люди едут в Читу и Иркутск, чтобы оттуда улететь в Москву, поскольку там билеты дешевле. Наговицын отметил, что берет этот вопрос под личный контроль и поручил руководству министерства еженедельно докладывать о результатах своей работы. Это были лишь некоторые публикации свежих еженедельников. Мария Латышева, Валентин Санджиев, Алексей Щербаков. Новости дня.